Вот уроды! Играет криминальной передачи по нашей любимой игре Мир Танков, потому что количество гопников на душу населения в ней превышает все допустимые пределы. И открывает наш выпуск 5 место игрок с никомфиа 141. Страх 141. Он не придумывает ничего умнее, кроме как подставлять союзную арту. Которых аж целых 4 штуки здесь у нас выпало. Так получилось. Ну что же делать? Надо как-то светить арте, где-то пытаться сейвиться, раз уж ты в дне списка. Ну подъедь где-нибудь, постой. Подожди пока 4 артиллериста накроют любую цель. Но нет, зачем? Проще же ее поехать поубивать. В то время как он убивает свою собственную арту, вражеская все еще цела и продолжает наносить урон нашим союзникам. Разумеется, что бой закончится сливом, потому что без поддержки арты в этом бою нельзя сделать ничего. Когда по тебе стреляет вражеская арта, а союзная уже умерла, благодаря стараниям нашего игрока, ну тогда уже ничего и не поделаешь. Да плюс он сам в принципе подох, потому что он подставился под выстрел вот этого М40-43, который оказался таким самым продвинутым из артоводов и не захотел подставляться. Он видел, что ИС ему мешает. В итоге он просто стреляет в него и самоуничтожается, убивая того же ИСа. Итого в одном бою минус 4 ствола, благодаря умелым действиям нашего сегодняшнего героя. И не спрашивайте меня, забанят его за это или нет. Я эти вопросы не решаю. Я лишь могу пожаловаться, так же как и вы. Вот уроды! На четвертом месте у нас расположилось два взводных Ниберунга на 416 объекте и на Т-32. Наш положительный герой на Е5, скажем так, везде в авангарде был весь бой. Ну, соответственно, он и получал. И от ИСа-7, и от арты, и от кого только было можно. Везде ему со всех сторон прилетало. Ну, как бы он продавливал направление. Все-таки тяжелый топовый танк, что поделать. Ну и в итоге у него остается 40 хп. Он заезжает на захват, потому что ему ехать дальше уже смысла особенного нет. Потому как противники далеко, да, и исход понятен, что их все равно разберут, пока он там куда-то доедет. В принципе, я так подозреваю, что сделал точно так же. Ну, вот два взводника заезжают в круг захвата и решают, что очки захвата должны достаться только им. Обратите внимание, что они даже танки пробивать-то не умеют. Т-32 рикошет. 416 рикошет в борт. Т-32 фугасом пробивает на 30. Молодец просто. Ну и когда уже, собственно, база захвачена, 416 наконец-таки добивает Е5. Молодец, парняга. Всегда так делай, чтоб тебя забанили. Вот ты, уроды. Третье место у нас сегодня достается Батчату с ником Кулачок. Что он там делает в Кулачок, я не знаю, откуда у него возникла такая мысль назваться таким ником. Это, в принципе, конечно, его дело. Но вот он рвется впереди команды всей. 13-90 решает, что Бат сейчас будет светить. Однако Бат останавливается на полдороги и решает, что нет, он светить не должен. Пускай он 90-к едет светить. Ну так зачем ты тогда летел вперед, если ты все равно на КД? Ну, ладно, я понимаю. Может быть, 90-к, конечно, и не прав. Стоило бы наплевать на это все и поехать светить дальше. Но, тем не менее, это не повод делать то, что произойдет дальше. 90-к заряжается. 62-ка еще подъезжает. Союзники ждут. Ну, кто же будет светить? В принципе, любой из них мог это сделать. И тот же самый Бат на самом деле. Потому что он средний танк с хорошей незаметностью и мог бы это устроить. Но проще же просто вытолкать 90-ка с горки, утопить его. И самое главное, грохнуться туда самому, чтобы тоже там же потонуть вместе с 90-ком. Ну, у меня просто слов нет. Скилл просто отличает некоторых игроков. Он просто брызжет из них. Просто вытекает огромными струями. Кулачок. Вот уроды. Второе место у нас занимает герой с нетрадиционным ником в Шалков 3. Обратите внимание, это, разумеется, мод. Никакой поста да супоста. Там всех в ангар. Очки захвата это хорошо. Но фраги и дамаг это хорошо. Там трали-вали. И с грозным криком слезь. Он просто влетает на базу и убивает союзного борща, который почти уже сделал захват. Но если посмотреть в ситап, если посмотреть на то, что союзники все почти шотные, то, наверное, это было не самое правильное решение. Но для этого же нужно иметь мозг. Я бы на его месте стал бы на блок или просто заслонил бы борща и взяли бы захватом, победили бы захватом базы. Но нет, это жадность. 50-100 врывается на фульного ИСа 4. Я вот не понимаю, на что он рассчитывал. Даже если бы у него был полный барабан, он бы не смог забрать 4-го ИСа. Максимум, чтобы он ему сделал, нанес полторы тысячи урона. Потому что один выстрел он разрядил уже в борща. Но тем не менее, он не принося никакой пользы своей команде, просто тупо сливается. Итог. Остается 4 противника против практически фульного ИСа 4. Учтите, что десяток в команде союзников уже нет. И если бы 4-й ИС не затупил, как он это сделал, и не выставился бы просто под три ствола с разных сторон, он бы реально мог затащить. А так он добивает сначала одного противника, потом второго, потом третьего, берет наконец-то своего воина и фейлит буквально последним выстрелом. А фейл его заключался в том, что он очевидно против борща заряжал фугас. И вот сейчас у него фугас и заряжен следующим снарядом. Он забыл тупо переключиться. И сейчас в китайце он стреляет фугасом. Если бы он его пробил нормальным снарядом, это был бы слив. И благодаря кому, как вы думаете? Вот уродик. В этом месте должен был ударить гонг, потому что у нас первое место. И взвод из двух дегенератов. Один играет на Тетрархе, а второй на Исе. Опять на Исе. Пионер, да, играет у нас на Исе. А Хонор, кстати, не так пишется. Играет у нас на Тетрархе. Ну и начинается все забавно. То есть, как обычно. Ис подставляет ствол арте. Но дело в том, что это британец седьмого уровня. И он, во-первых, не такой дурак, а во-вторых, он очень быстрый. И здесь закручивается сюжет прям как в хорошем американском боевике. С драками, перестрелками и погонями. Ну а то, чем оно закончится, я спойлерить не буду. Смотрите просто до конца. Честно говоря, я ржал, как угорелый. Потому что, конечно, нехорошо смеяться над убогими. Но в данном случае им обоим по делам. Именно такой развязки я когда-нибудь и ждал. Ну наконец-то, двух придурков поставили на место. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. И советую вам хорошенечко посмеяться с этих двух просто отмороженных людей. Ну а пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok